Итак, Бытие 1.3, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И вот в чем проблема. Мы воспринимаем Вселенную как источник, но Вселенная не источник. Вселенная — это производная. Источник в Боге, а не во Вселенной. Свет исходит не от звезд. Свет исходит не от Солнца. Даже в нашем мире мы отлично понимаем, что кроме Солнца и звезд есть и другие источники света. Есть ведь и светлячки, есть и молния, есть и огонь, есть и фосфор. В конечном счете источник света — это Бог. Бог дал право излучать Свой свет звездам. Но до звезд мы, правда, еще не дошли, это четвертый день творения. Мы пока говорим о свете как таковом, сотворенном в первый день. В первый день Бог сотворил свет. Но давайте разберемся, что же такое свет. Четвертый стих «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро один день». Два вопроса. Первый вопрос. Как вообще отсчитывались дни без Солнца? Какой Он, день без Солнца? И второй вопрос. В каком смысле можно говорить о дне и ночи? В каком смысле можно говорить о свете и тьме, когда нет еще Солнца? Мы снова возвращаемся к сущности Бога. Источник света не Вселенная. Источник времени тоже не Вселенная. Время не является неотъемлемым продуктом Вселенной. Время является продуктом, производной Божьего замысла. Бог может замыслить время по-разному. После четвертого дня Творения, Он сделал так, чтобы время отсчитывалось вращением Земли вокруг Солнца. Но было время в первые дни Творения, когда время исчислялось иначе. Сейчас я скажу нечто очень сложное, даже для тех, для кого английский язык родной. Но даже по-английски, даже в переводе, я хочу, чтобы вы меня очень внимательно сейчас услышали. Пожалуй, это будет самое глубокое и самое философское утвердение за все предстоящие нам лекции. Ничего сложнее, ничего труднее у нас не будет. Я об этом уже говорил в связи с первой главой Евангелия Туана. Но первая глава Евангелия Туана во многом повторяет первую главу книги «Бытие». И начало то же самое. В начале. В Евангелии Туана мы узнаем о том, как Бог говорит, да будет свет. В Евангелии Туана мы узнаем о Боге, который есть логос, который есть слово. В «Бытие» первой главы мы узнаем о том, каково творение. В Евангелии Туана первой главы мы узнаем о том, каков творец. А теперь самое сложное. Послушайте меня внимательно. Очень часто ошибочно полагают, что Бог дал нам Евангелие, чтобы нам лучше понять мир. Сотворение, жизнь, смерть и так далее. На самом деле все наоборот. Все совершенно наоборот. Не Евангелие дал нам Бог, чтобы нам лучше понять жизнь. Бог дал нам жизнь, Бог дал нам мир для того, чтобы нам лучше понимать Евангелие. Евангелие пришло первым, еще до мира, еще до сотворения. Евангелие вечно. Оно уже было. До сотворения мира. До сотворения Вселенной. Уже был Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Троится в совместной жизни, любви, совместной цели, совместном замысле, взаимоотношениях друг с другом. Бог сотворил мир в качестве контекста, в котором Он может сотворить нас. Творения Своих, которых Он будет любить, которые будут любить Его, которые будут иметь вечное общение с Ним. Он сотворил мир, в котором есть определенные реальности. Реальности, соответствующие сущности самого Бога. Ну, например, Бог Отец. Ни один человек не приходит в мир без Отца. Может быть, вы не знаете своего Отца. Может быть, вы никогда его не видели и даже его не любите. Но у вас есть Отец. Это и в характере Божьем. Кстати говоря, пол здесь ни при чем. Я не говорю о матерях, о дочерях. Не потому, что в Библии о них не говорится, а потому, что в данном случае это то же самое. Это та же самая реальность. Или любовь. Любовь мужа к жене. Бог точно так же любит нас. Ревнивый, исключительной любовью. Ревнивый, конечно, праведно ревнивый. Бог любит нас так же, как Отец любит ребенка. Любовью готовы защитить. Сам брак. Это тоже картинка наших отношений с Богом. Израиль называется невестой Яхве. Невестой Божией. И Церковь Божия невеста. Церковь помолвлена. Христу. Интимность. Интимная жизнь. Это тоже некий предвестник небес. Потому что это проявление славы единства. Славы единения. То есть славы, которая будет в небесах. Это не значит, что небеса биологичны и сексуальны. Нет, конечно, небеса духовны. Но сексуальное и биологическое, все это на самом деле лишь проявление высшей реальности духовного. Все эти переживания на земле даны нам, просто даны нам для того, чтобы Библия ожила для нас. Чтобы мы почувствовали Библию. Как отец сжалится над детьми, так и Бог над нами. Мы можем это контекстуализировать. Мы можем это себе представить. Мы чувствуем это в своем сердце. Мы ощущаем, Бог меня вот так сильно любит. Мы влюбляемся. Мы говорим, да, я люблю. Значит, Бог меня тоже так же любит. Да, так же. Но намного, намного, намного крепче. Намного сильнее. Твое ощущение – это лишь тень. Божья любовь – это любовь настоящая, любовь подлинная. Почему же я обо всем этом говорю? Время – не результат существования звезд, солнца, вращения земли вокруг солнца. Нет. Время – это Божие творение. И Бог может выражать время так, как Ему захочется, так, как Ему угодно. Мне остается сделать лишь один вывод. До четвертого дня творения, до появления звезд, солнца, каким-то образом Бог проявлял время в днях, как периодов перемены света и тьмы. Как менялись света и тьма? Но это сложно себе представить. Но и самого Бога сложно себе представить. Но понимаете, Бог ведь не открывает нам всех подробностей. Мы с вами доходим, например, до двадцать первой главы Евангелия от Иоанна. Евангелие, посвященного трём годам, а некоторые даже говорят всего одному году служения Иисуса Христа. И вот двадцать первой главе своего Евангелия Иоанн вдруг говорит, «Слушайте, ребята, я ведь вам не обо всём рассказал. Я, в принципе, не мог вам обо всём рассказать. Потому что никаких книг в мире мне не хватит для того, чтобы обо всём рассказать. Если Иоанн мог сказать такое после своего описания одного или трёх лет служения Иисуса Христа, то что уж говорить о сотворении Вселенной? Очевидно, что не всё нам открыто. Однако то, что нам открыто, истина, и то, что нам открыто, вполне достаточно для нас. В 1925 году в городе Дейтон, штат Теннесси, происходило судебное разбирательство. Устроили его люди, которые хотели секуляризировать американскую систему школьного образования. В центре внимания был вопрос о преподавании эволюции в государственных школах. Это разбирательство стало огромным успехом, важнейшей победой для эволюционистов и неверующих. Это разбирательство стало страшным поражением для христиан. И, пожалуй, самым неудобным моментом для христиан был тот момент, когда юрист-агностик призвал на скамью свидетелей юриста-христианина. Агностик задавал ему вопросы. Кстати говоря, этот юрист-христианин умер через пять дней по окончанию этого судебного процесса. Звали его Уильям Дженнингс Брайан. Он уже был пожилой человек, практически умирающий человек. Он был в свое время госсекретарем США, был даже кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. А юриста со стороны эволюции звали Клэринс Дэрроу. И Клэрринс Дэрроу сказал во время процесса, «Я вижу, что свет существовал только уже в первый день, а солнце только в четвертый». Откуда же был свет до четвертого дня? Уильям Дженнингс Брайан запутался в ответе на этот вопрос. Знаете, в чем была проблема? Он верил Библии, но никогда не изучал Библию. Он верил в истинность Библии, но он не знал, что в Библии написано. Он не проводил время в чтении и изучении Священного Писания. Тогда не христиане, не верующие люди, одержали убедительнейшую победу. И нам есть смысл извлечь из этого уроки. Во-первых, я надеюсь, что мы поймем следующее. Источник света. Обратимся к первому посланию Тимофею, 6 глава, 16 стих. Кстати, мне сказали, что недостаточно просто называть стихи, и есть смысл все их читать. Поэтому буду читать библейские стихи. В 14 стихе, по посланию Тимофею, мы читаем «Соблюди заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете». Откуда исходит этот свет? Откуда исходит свет, окружающий престол Небесного Царя? Уж никак не от Солнца. Скорее, наоборот. Солнечный свет исходит от того, кто обитает в свете Небесном. Есть такая вещь, как несотворенный свет. Еще. Откровение. Откровение Иоанна Богослова, 1 глава. Откровение, 1 глава. Иоанн Богослов получил видение. Он видит воскресшего Христа. Вот что он говорит в 16 стихе. Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 16 стих. «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Откуда исходил этот свет? Откуда исходило это сияние? Конечно, я не хочу переписывать, переделывать слова Священного Писания, но скажу вот что. Вполне справедлива и несколько другая формулировка. Было бы вполне справедливо, если бы Иоанн продолжил. Его лицо, сияющее, как солнце, но более того, солнце, как его лицо. Видите разницу? Его лицо существовало еще до солнца. Значит, солнечный свет, это уже производное. Солнце пришло после Сына. Свет Солнца, после света, сияние лица Сына Божия. Итак, в первый день Бог сотворил свет, и сотворил день и ночь в первый сотворенный день. И вечер, и утро, то есть смена света и тьмы. Бог так устроил время. Бог сделал, чтобы время реализовывалось через очередование тьмы и света, вечера и утра. Мы узнаем также, что когда-то не будет ночи, Бог снова перестроит время. Но это уже не в книге «Бытие». Мы об этом узнаем позже. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!